Все началось с обычной зубной боли. Зуб Коле вырвали. Десна не заживала. Обеспокоившись, Антонина отвезла сына в Запорожскую областную детскую больницу. Компьютерная томография, биопсия, ряд обследований и страшный диагноз. Саркома, злокачественная опухоль. Лечение начали сразу. Позади у Коли уже четыре курса химиотерапии. Мы говорили, что делалось всего лишь две, но мы пришли четыре. Мы старались добить ее до конца. После черта ребенок чуть не умер. Первые два курса химиотерапии я проходила своими средствами. Ну как своими средствами? Мне помогало село. Мне очень хорошо помогло село. Материально помогал и Запорожский благотворительный фонд, но лечение не дало результата. Уже в Киеве в Национальном институте рака и институте отоларингологии диагноз саркома не подтвердили. Ребенка предложили прооперировать, но от операции семья отказалась. Она мне дает высновок. Только радикально. Р0. То есть убрать всю левую сторону лица. Шансов, что ребенок выживет после Р0 нет. Он сразу может умереть на операционном столе. Там идут все нервные окончания, там идут сонные артерии. Не так радикально лечить мальчика можно. За границей. Полное обследование и лечение после долгих поисков предложили в Лондоне. Сумма непосильная для родителей Коли – 117 тысяч долларов. Антонина сейчас в декрете. Воспитывает детей без мужа. Родители – пенсионеры. Где искать деньги семья не знает. Даже если я продам квартиру, в которую приписано я, мои дети, мама, мой отец инвалид, мне даже все равно не хватит этих денег. Без лечения опухоль начнет прогрессировать. На сбор средств остался всего лишь месяц. Помочь со сбором денег в этот раз благотворительный фонд не может, так как официального отказа от лечения в Украине нет. 11-летний Коля сейчас дома. Полгода по больницам. Мальчику и вспоминать не хочется. Когда домой бывали, приезжали, так это так хорошо. И дома посидишь, и покушаешь хорошо. Когда еще не болелась, так хорошо было. Весь нагулял. Компьютер мог играть. Сестричкой всегда играли. Так мог на улице пробыть целый день. А сейчас на солнце нельзя. Больше всего он любит проводить время с маленькой сестренкой. А когда вырастет, Коля мечтает быть журналистом. Все, что нужно для осуществления мечты – быть здоровым. Если смогут помочь наши запорожские депутаты, люди, где рододушные, собрать Коля на лечение, потому что мы уже не можем. Все, кто может помочь мальчику, могут связаться с его мамой, номер которой вы видите на экране. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Ореховский район, ТВ5.